Не только филиал Третьяковской государственной галереи, но целый культурно-музейный кластер. В здании фабрики кухни продолжаются реставрационные работы. Здесь готовят залы, которые смогут вместить уникальные коллекции Третьяковки, а также идет подготовка лекториев, мастерских и резиденций для современных художников и площадок, где откроются кружки для детей. Я уверен, что это кластер нового типа, что это всегда открыто, всегда доброжелательно, всегда интересно и ярко. И я уверен, что филиал, в первую очередь, Третьяковской галереи, вот это пространство, которое мы здесь заново преобразовываем, будем привлекать сюда жителей и Самарской области, и туристов из других регионов. Губернатор Дмитрий Азаров вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном и генеральным директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой провели заседание попечительского совета и обсудили ход реставрации фабрики кухни уникального здания 1932 года, выполненного архитектором Екатериной Максимовой в форме серпа и молота. Строительные работы здесь должны завершиться до конца года. Работы будут завершаться поэтапно, по Блоково, и по Блоково сразу передаваться Третьяковке для того, чтобы готовиться к будущим экспозициям, к будущему формату выставочных работ. Нам важно до конца текущего 2022 года уже, чтобы Самарская Третьяковка зажила как полноценный музейный комплекс. Однако откроет свои двери для зрителей Самарская Третьяковка весной следующего года. Те проекты, которые мы хотим реализовывать здесь, это проекты с большой буквы, это проекты очень большого масштаба, проекты, для которых мы будем направлять Самару лучшие работы из своего собрания, в том числе довольно большое количество работ из постоянной экспозиции. Первая выставка, которая здесь откроется в мае 2023 года, объединит различные коллекции Третьяковской галереи с Лаврушинского переулка и Крымского вала. А один из первых больших проектов, который подготовят в здании фабрики кухни, будет посвящен теме космоса. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.